Всем тихой ночи. Недавно закончилось голосование на сайте SCP, на тему того, какой же объект достоин получить номер SCP-7000. Ограничение было только одно. Объект этот должен обыгрывать тему удачи. Уже традиционно победителем оказался огромных размеров текст. Целый фантастический роман и не объект. Посмотрим, в чем же его суть. Сразу нас встречает предупреждение, что в мире, где располагаются объекты SCP-7000, прямо сейчас происходит конец света класса ЛК, также именуемый поворот судьбы. Однако, несмотря на происходящее, фонд SCP продолжает существовать, помогая остаткам человечества выживать и даже в какой-то степени контролировать паранормальные явления. Интригующе. Сущность самого явления, приведшего к концу света, тоже не особенно понятно. Однако, оно приводит к серии непредсказуемых событий, полностью нарушающих нормальную жизнь человечества и, в частности, делающих содержание аномалий внутри фонда SCP крайне трудным занятием. Единственное, что понятно, что со всем этим как-то связан один из ученых SCP. Что же, наверное, если прочесть документы фонда по поводу этого объекта, станет понятнее. Все началось с того, что летом 2022 года на известном сайте random.org, это такой сайт, на котором представлены генераторы истины случайных чисел на основе радиошумов в атмосфере. Так вот, этот сайт начал выдавать упорядоченные группы чисел вместо случайных. Оказалось, что те самые атмосферные радиошумы внезапно упорядочились и перестали быть случайным явлением. В то же время в одной из зон фонда был пойман оперативник повстанцев Хаоса, скрытно проникший в одно из учреждений фонда SCP. Его поймали не благодаря действиям охраны комплекса, а потому что, когда он перемещался между двумя находящимися на поверхности зданиями, внезапно начался сильнейший шторм с градом. Оперативника Хаоса просто завалило огромными кусками льда. После обыска при себе у него нашли некую аномальную машину, которая способна идеальным образом разработать план действий. Именно эта машина предложила выйти шпиону на открытую местность в момент начала шторма. В этот же момент в Елу-Стоунском парке началось извержение огромного гейзера, противоречащая всем возможным предсказаниям и моделям, и нарушившая работу одной из зон фонда. На следующий день фонд SCP начал исследовать это явление. Было проведено множество консультаций и обсуждений между учеными организации. Один из разговоров оказался особенно примечательным. Это разговор между доктором Соколовским и доктором Виттлом. Доктор Виттл поделился историей о том, что с ним что-то похожее происходит всю его жизнь. Теория вероятности как будто отсутствовала для него, и каждый раз во всех случаях выпадал самый неудачный для него вариант. Однако при этом никаких действительно крупных неожиданных неудач с ним тоже никогда не случалось. Он всегда знал исход любого своего начинания, просто предполагая самый неудачный и сложный вариант из всех возможных. И как ни странно, за счет этого он продвигался по службе, потому что знал чем и как закончится любое его действие неудачами и трудностями. Однако он всегда был к этому готов, чтобы наглядно продемонстрировать как это работает. Виттл попросил Соколовского загадать цифру от 1 до 10, а затем начал отгадывать. Отгадать ему удалось только с 10 попытки, и так повторялось каждый раз. Соколовский заинтересовался рассказом Вита и начал расспрашивать людей, знавших его лично и работавших с ним. Результаты этого опроса вызвали некоторое удивление, ведь оказалось, что все, с кем этот человек взаимодействовал, считали его достаточно неприятным типом и магнитом для всяких неудач. Казалось бы, разгадка где-то близко, но Соколовский не понимал, в чем конкретно она заключается. В целом, ученым фонда не удалось отыскать причину появления странной аномалии, а мир медленно погружался в хаос, так как люди раз за разом принимали самые неудачные решения из всех возможных. Новость о том, что один из руководителей организации торговцев аномальными артефактами, Маршал Картред Арк, умер, неудачно сев на диван, уже не казалось такой смешной. Однако, с другой стороны, многие аномалии того мира потеряли аномальные эффекты. Например, SCP-4040, город, который ранее было невозможно найти дважды одному человеку. Все попытки попасть в него второй раз кончались разными неудачами. Стал доступен для повторного посещения, а больше никаких аномальных свойств у него и не было. Перестали работать все аномалии, связанные с шансом чего-либо. В стенах фонда SCP доктор Дэн представил доклад о том, что большая часть экспериментов фонда заканчивается неудачами, а агенты фонда приносят новые опасные аномалии из каждого рейда. Во внешнем мире начали твориться еще более странные вещи. Однако, это не было просто постоянное невезение. Например, в определенный день люди, съевшие что-то ядовитое, всегда выживали, а в другие дни только умирали. Моментально были взломаны все криптовалюты, рухнули биржи и разорились все банки. Был проведен большой эксперимент с игральными костями, и оказалось, что все кости, брошенные в определенное время, показывали один и тот же результат. Закончил свой доклад Дэн тем, что он заметил странное совпадение этой искаженной удачи в мире с биографией вечного неудачника доктора Виттла. Оказалось, есть и другая странная вещь. Зона 34, где Виттл работал, в целом всегда была самым безопасным и удачливым учреждением фонда, ведь там никогда не случалось ничего очень плохого, лишь мелкие неприятности. Чтобы узнать, действительно ли это происходит из-за доктора Виттла, фонд SCP собрал отдельную МОК, в которую включил этого человека. Первым же заданием этой группы был штурм крупной базы повстанцев Хаоса, местоположение которой стало известно из-за случайной ошибки одного из оперативников повстанцев. Результат операции впечатлил даже Совет О5, ведь несмотря на огромное количество мелких неудач, МОК фонда взяли огромную базу противника без потерь, хотя почти все участники штурма со стороны фонда получили мелкие травмы и раны, а сам доктор Виттл сломал ключицу. Тем временем хаос в мире нарастал, хотя повстанцы Хаоса страдали чуть ли не больше всех, ведь почти все их шпионы в фонде были раскрыты. Неприятности были у других связанных организаций. Целых три высокопоставленных жреца церкви разбитого бога умерли, неудачно упав с кровати. Совет О5 наоборот почувствовал, что схватил удачу за хвост и отправил МОК во главе с доктором Виттлом штурмовать логово Длани Змея, в результате чего была захвачена огромная база данных мистических текстов этой организации. Затем МОК во главе с неудачливым доктором ловил ECB-682 после нарушения условий содержания, разумеется, без особых проблем. И вот на вершине своего тактического успеха Совет О5 получает видео от повстанцев Хаоса, где некий инженер говорит о том, что он создал машину, которая ломает реальность таким образом, что в ней больше не будет случайных явлений. Инженер предлагает фонду сдаться или он не остановит свою машину. Однако забавно, что это сообщение было отправлено в фонд SCP задолго до начала наблюдаемых явлений. И лишь по нелепой случайности оно дошло до Совета только сейчас. Машина буквально погрузила мир в полный хаос тем, что убрала из него случайные явления. Вот этот поворот. Зато погода стала предсказуема на 100%. Наверное, оно стоило того. Однако тайна доктора Виттла осталась неразгаданной. Почему этот человек в этом безумном мире стал буквально излучать удачу, как какое-то поле? Над этим задумался некий ученый фонда по имени Леобланк. Он направился к родителям Виттла, которые рассказали, что их сын всегда был очень добрым и сильно переживал за других людей. Он думал, что лучше пусть с ним случится что-то плохое, чем с другими. Особенно сильны такие переживания были, когда его мама болела раком легких. Сам Виттл в то время испытывал огромный стресс от происходящего и на некоторое время сбежал из фонда SCP, что, учитывая его тогда высокое положение в фонде, было несложно. В бегах он записывает видео, общий смысл которого в том, что его все достало и больше он не хочет, чтобы его использовали. Не прошло много времени, как доктора Виттла поймали и доставили в Центр управления полета в космической части SCP. Там все смотрели на огромные экраны, где была изображена SCP-179, Сестра Солнца. Обычно она указывает рукой на какую-то космическую опасность, но сейчас у нее было 8 рук, и они были направлены в разные стороны, подобно восьмиконечной звезде Хаоса. Причем при обсуждении явления доктора вспоминают Вархаммер. То есть, внутри SCP Вархаммер это вымышленная вселенная. Однако затем, присутствующие решили, что им показывают подобие карты Таро, Колесо Фортуны. Когда доктор Виттл предполагает, что SCP-179 пытается показать что-то конкретно ему, объект внезапно меняет позу. Увидев это, доктор Виттл, видимо, преисполняется, и теперь снова согласен работать на фонд SCP. После этого события доктор Лебланк приходит в жилой сектор к доктору Виттлу и рассказывает о том, что был у его родителей. Доктор Виттл сбит этой новостью с толку и ночью записывает монолог на камеру, в котором видно, что он сильно недоволен происходящим. Далее идет большой отчет о событии для Совета О5, где написано, что эмоциональное воздействие на доктора Виттла может менять интенсивность работы SCP-7000. Так что этот ученый теперь что-то вроде местного бога и главное оружие фонда SCP. К отчету приложен файл записи общения доктора Виттла и другого ученого SCP в баре, принадлежащем фонду. Там слышно, что Виттл говорит, что хотел семью и спокойную жизнь, а не вот это все. Но он заключил договор со вселенной в обмен на спасение своей больной мамы и теперь стал игрушкой в руках высших сил и в итоге фонда SCP. Последний эпизод объекта это заседание Совета О5, где SCP-7000 признается списанным. После чтения этого объекта у меня почему-то остается только один вопрос. А это нормально, что файлы SCP стали по сути обычными романами, а сами охраняемые вещи это не предметы и даже не явления, а просто такие общие темы повествования. Раньше вроде как-то по-другому все было. Тайный фонд, загадочные документы. Это вот все. Всем пока.